Подготовка спасателей это не столько профессиональная подготовка, потому что спасатель это не профессия, это характер, это образ жизни. Если он спасает, он спасает всех. У каждого ребенка, у него приходит такая вот стрелочка, направо или налево. У каждого человека, наверное, быть судьем в жизни или быть лекарем, доктором, помогать, восстанавливать. Или судить, требовать, разрушать. Вот тот, кто выбирает лекарский путь, он вполне попадает к нам. Вы не представляете? Ну, конечно, я не представляю, потому что я там не была, откуда я могу представить. Но вот ты попал на тропу в 11-летнем возрасте. Вот вспомни свои ощущения, как это было. Звучит отрывок из беседы с Алешей Старкиным, который 4 года тому назад в 11-летнем возрасте впервые попал на тропу. Ну, до этого я ни разу не бывал в лесу. Был несколько, можно сказать, ошарашен. Были новые люди, новые впечатления в лес. Ну, круговорот этих событий разных, разных впечатлений, разных дел. В конце концов, там просто интересно было. И рядом... Ну, скажи, тебе было страшно? Вот страшно. Вот все-таки 11-летний ребенок, это все-таки еще ребенок. Ну, да, где-то было. Понимаете, вот когда я шел, например, по дворям там с каким-то пацаном по горам, куда-то доставлял какие-то продукты на другой лагерь, конечно, было страшно. Ну, это было интересно. Это было интересно. Ну, я нашел новых друзей. Наверное, если бы не наши руководители, то такого бы не было. Ну, принцип такой. Становится два лагеря. Один внизу, на нем ребята, которые, ну, можно сказать, не включились, не понимают, что надо делать. На очки, да? Ну, да, можно сказать, на очки. А наверху ребята, которые уже работают, делают тропу. Причем никто не осуждает ребят, которые на нижнем лагере, и никто, конечно, как-то не присмыкается перед ребятами, которые на верхнем лагере. Все остаются, ну, равными между собой. Равные права. Правда, несколько неравны обязанности. На верхнем, на ребятах, которые на верхнем лагере лежит, можно сказать, большая ответственность. Ответственность за тропу. Вначале бывает, ну, страшно, трудно. Но потом захватывает вся эта суета, втягивает. Прелесть преодоления трудностей. Уверенность в себе появляется. А сейчас о менее приятных фактах из истории. За 31 год существования этой программы Устинов и его сотоварищи подвергались регулярным репрессиям государственных чиновников от образования. И несмотря на то, что за все это время программа была неоднократно опробована неформальными творческими педагогическими объединениями из Москвы, Одессы и других городов СНГ, методика социального лицея официально не признавалась до конца 80-х, когда изменения в общественно-политической жизни страны позволили выйти на свет нетрадиционным формам работы с детьми. К сожалению, многие из братства с подвижников Устинова до этих светлых дней не дожили. День проходит, не беда, кап-кап. Ночь проходит, ерунда, кап-кап. Между пальцами года просочились, вот беда. Между пальцами года, кап-кап. Между пальцами года просочились, вот беда. Между пальцами гада кап-кап. В 1994 году Юрий Михайлович и вместе с инициативной группой взрослых и детей были приглашены в Самару для внедрения адаптированного варианта программы социальной лицея школы спасателей. Приглашены главным управлением образования администрации Самарской области. И хотя поддержка руководителей города и области вызывает безусловную благодарность у сотрудников лицея, трудности объективные и не очень, периодичностью своей, к примеру, едва не поставили под угрозу срыва набор детей по маршруту тропы этого года. Ну, я понимаю, что он ходил по школам там, искал ребят довольно неординарных. И вот два года вы здесь. Что изменилось в вашей жизни за эти два года? Этот вопрос я адресовала маме одного из лицеистов Али Малакиной. «Ой, ну, очень многое. Просто наша жизнь разделилась, так как бы, на две жизни, до которой был Юра, вернее, не был Иев, в которой он появился. Ну, очень много, просто в двух словах это и не опишешь. Просто я такой человек, который бесследно, встреча с которым бесследно в жизни не проходит. Первое и главное – это доброта. Столько доброты и участия мы не видели, наверное, за все время. Единственное место здесь, где ребенок черпает доброту, потому что ни школа, ни улица этого не дает. Вот. Ну, мы сюда едем как к источнику. Отогреваетесь, да? Ну, да. Вы верите в то, что вот сейчас начался ремонт, у вас есть уже свои постоянные ребятишки, которые, можно сказать, живут здесь. У вас есть какой-то костяк свой, что к первому сентября вы действительно официально откроетесь? Я отвечу, наверное, довольно странно. Всегда есть выбор – владеть ситуацией, либо владеть собой. Как бы ситуация ни развивалась, что касается меня, что касается нашей группы, где бы мы ни оказались, в каких бы условиях мы ни были, мы будем делать свое дело всегда. Потянулась тень разлуки на последние ваза. Мне выламывали руки, чтобы песенку сказал. Кто стрелял, а кто смеялся, кто на гайкой бил с коня. Но никто не догадался, что под сердцем у меня золотой мотылек. Выживал в огне и дыме, мы твое узнаем имя. Золотой мотылек, пусть от слез пожар погаснет. Полетишь под небом ясным, золотой мотылек. Наша передача называется «Погода в доме». Как бы вы могли охарактеризовать погоду в своем доме? Сквозняк, но согреваемся. Я думаю, что все будет в порядке. Отремонтируемся. Это и про Россию, можно сказать, и про наш дом. Капли отражают океаны. Как в большом доме в стране, так и у нас. Я думаю, все будет хорошо. Если не про колбасу будем думать в первую очередь, а про детей. Мне трудно что-либо добавить к этим мудрым словам Юрия Михайловича Устинова, замечательного барда, поэта, педагога и удивительного человека. Пусть наступивший май даже неожиданными грозами своими не охладит погоду в этом трогательном, строящемся домике первого Самарского социального лицея, а станет началом прекрасного возрождения мужественного и воистину золотого устиновского мотылька.